Всем привет! Меня зовут Римма. Покажу, как закрепить вот такую металлическую застежку-тубус на браслет из бисера, который был сплетен на самодельном станке. Для этого нам понадобится изначально сплести сам браслет на станке, затем закрепить нити основы, как я показывала в одном из своих видеороликов, и обязательно перед началом плетения оставляем в начале и в конце нить 30-40 см для застежки. Это та нить, которой мы плетем сам браслет. Также я буду использовать те же цвета бисера, три цвета бисера, белый, коричневый и фиолетовый. И, естественно, иголочка 12 размера. Вместо такой застежки-тубус можно использовать любую другую. Например, можно использовать вот такую. Она тоже имеет по три колечка с каждой стороны. Также магнитную застежку. Или большее количество колечек. Принцип плетения остается тот же. Можно использовать как на два колечка застежку, так на три, так и на четыре и пять. Не важно. Самое главное то, что принцип плетения остается аналогичный. Насыпаем необходимое количество бисера, продеваем один конец нити в иголку и переходим к предыдущему ряду. Продеваем сквозь все бисеринки. У меня это 11 бисеринок. И теперь в самом первом ряду продеваем сквозь три бисеринки. Берем тубус и разъединяем его. Для тех, кто не знает, как он складывается, здесь имеется вот такое отверстие. И мы вот так вставляем. Оно здесь расположено второй части магнит. И, судя по всему, внизу тоже есть магнит. И мы вот таким вот образом вставляем наш тубус. И он защелкивается. Разъединяем, берем любую часть. И я буду набирать бисер. Для начала я набираю три бисеринки фиолетового цвета и продеваю в первое отверстие тубуса. Затем снова набираю три фиолетовые бисеринки. Опускаю вниз. И с противоположной стороны продеваю в третью бисеринку. Затягиваю. Также вместо трех бисеринок можно набирать по две или большее количество. Здесь вы уже регулируете сами. И, как я сказала ранее, продеваем еще раз сквозь три бисеринки. Затем в отверстие застежки. Для того, чтобы укрепить. И снова три бисеринки. Хорошо затягиваем. И начиная с третьей бисеринки продеваем в третью, в четвертую, в пятую и в шестую. И в шестую сквозь четыре бисеринки продеваем. Затягиваем. Снова набираем три бисеринки, но я уже наберу три белые. Продеваем во второе отверстие застежки. Снова набираем три белые бисеринки. И в шестую бисеринку продеваем с противоположной стороны. И затягиваем. И то же самое продеваем. Продеваем сквозь три белые. Затем отверстие застежки. Снова три белые. И снова продеваем в шестую, седьмую, восьмую и девятую бисеринку. Хорошо затягиваем. И последний цвет у меня будет это коричневый. Снова я набираю три бисеринки. Продеваю в отверстие. Затем еще три бисеринки. С противоположной стороны продеваю в девятую бисеринку. Затягиваю и прохожу еще раз в круг. Сквозь три бисеринки. Затем в отверстие. Снова три бисеринки. И продеваю сквозь оставшуюся девятую, десятую и одиннадцатую бисеринки. И теперь нам осталось лишь закрепить данную нить. Я возвращаюсь обратно на предыдущий ряд. Он же будет второй. Провожу иглу сквозь все одиннадцать бисеринок. Затягиваю и продеваю в следующий третий ряд. Тоже сквозь все одиннадцать бисеринок. Потом в четвертом ряду я продеваю сквозь семь бисеринок. И буду закреплять аналогичным образом, как закрепляли нити основы. Продеваю сквозь еще следующую бисеринку. Она же будет восьмая. Затем подеваю ниточку, которая располагается между нитями. Очень аккуратно подеваю иголочкой нить. И затем в следующем ряду, двигаясь вверх, и теперь здесь я поворачиваю на три бисеринки влево. Снова подеваю ниточку. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok И лишний конец ники обрезаем. Точно так же делаем вторую сторону. Для того, чтобы правильно закрепить вторую часть, а не наоборот, так как у нас тогда части не соединятся, можно ее обратно вставить и набирать 3 бисеринки. Затем в отверстие продеваем и снова набираем 3 бисеринки и так далее добавляем и закрепляем вторую часть застежки. Закрепили вторую часть застежки и можем закрывать замочек. И получаем этот прекрасный, восхитительный браслет. Всем спасибо за просмотр! Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Я с радостью на них отвечу. И как всегда на этом я с вами не прощаюсь.